Всем самого турнирного компотика, дорогие мои друзья! Пока мы ждём обновлений в ТАПСе, продолжаем проводить наш небольшой турнирчик призом, в котором будет ключик от ТАПСа, да, само сокровище! Самое сокровище из всех, сокровищ с земли! Значит, что? У нас полуфинал, и финал сразу же в этом видео будет. В полуфинале у нас сейчас участвует 4, всего 4 игрока, номер 14, 6, 18 и 23. Из них мы сейчас посмотрим, кто с кем будет драться. Опять же, применим наш рандомайзер, и сейчас я уже загнал сюда числа из списка, значит, сгенерировать. 14-й у нас будет драться с... 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 23-м! За 23-м будет драться 14-й, давайте сразу вес, так, 23-ть, чтобы я не забыл. Ну, а, соответственно, получается 6-й с 18-м. Вот так вот у нас всё и распределилось. Вот, ну всё, дальше, значит, идут, будут идти битвы. Погнали! И первый из двух битв, который определён финалистов, который будет сражаться за ключик ТАПСа, у нас здесь происходит между Пепперони Гоблином с его просто мега неубиваемыми бочкарями, дробошами, да ещё и пушкарями, конечно же. Бочкари, пушкари, вот такая вот команда хорошая получается. Да, да, не разношёрстная, но она успела себя показать, как довольно эффективная команда. Девиз, наверное, Пепперони Гоблина, краткость сестра таланта. Ну, это так, мной придуманный ему девиз. На другой же стороне ему противостоит Александр Бедрих со своей разношёрстной, достаточно более разношёрстной, так скажем, армией, которая состоит из щитовиков, алибардистов, затем идёт такой же неубиваемый практически танк да Винчи, потому что, ну, разве что пушки могут быть, может быть, его прибьют. И потом идут мушкетчики, которые могут задать жару. А идут баблюды, идут баблюды. Это тоже важная, довольно стратегическая часть, которая может как раз-таки сверху-то по бочкарям неплохо так пробить, если постарается. Стрел-то много, а у бочкарей всё же есть открытые места. Ну и, конечно же, знаменитая армия хоббитов. У Александра знаменитая армия его хоббитов. Это его фишка, это его, в принципе, визитная карточка. Хоббитцы молодцы, хлебцы. Вот, мальцы такие удалые, потому что они как раз-таки могут добраться до пушек. Пушки всё же больше направлены на одиночных целей. А их тут много. В общем, я опять же не буду предполагать, кто возьмёт верх. Давайте посмотрим на практике. Вперёд, погнали! Итак, за право участвовать в финале У нас сошлись Випперони Гоблин и Александр. Хе-хе-хе. Смотрите-ка, пушки, конечно, сделали своё дело, но танк защищён. Танк был защищён в момент выстрелов, как раз-таки, линии из щитовиков и алибордистов. Но пушки скоро перезарядятся, и будет второй, мощный, достаточно мощный. А танк-то разлетелся. Разлетелся довольно быстро. И осталась-то надежда на баблюд, до которых вот-вот долетят ядра. До одной уже добрались. На мушкельчиков. И, собственно, на этих... На хоббитов, которым мешает танк. Которым очень мешает танк сейчас. Танк это главное преткновение. Не могут хоббиты пойти большим... Большим отрядом вперёд. Не получается у хоббитов вот обойти этот танк. Никак. И свой же танк мешает. Да. Хоббиты не могут взять и пойти вот такой, знаете, проломной стеной, чтобы их никто не мог достать. Они... Не выходит, не выходит. Никак. Ни в какую. Мне кажется, что сейчас Пепперони Гоблин снова вполне возможно и вполне вероятно одержит победу. Остался один бедный хоббит. Да. Который застрял, опять же, в своих же войсках, к которому сейчас прилетело прям ядром. Что ж. Пепперони Гоблин, я тебя поздравляю. Ты вышел в финал и будешь драться со следующим участником, который победит в следующей битве. Молодец. Как бы... Как бы да. Неожиданно. Неожиданно достаточно. Значит, Александр. Не расстраивайся. У тебя было хорошее войско. Ну ты знаешь моё мнение по поводу твоего войска. Вообще, вы знаете мнение моё по поводу разношерстных войск. Оно достаточно позитивное. Вот. Аааа. Значит... Значит, вот так вот. Пепперони Гоблин, молодец, прошёл. Ну, давайте к следующей битве. Посмотрим, кто же будет соперником. Следующая битва. Михаил против Семёна. Да, это будет необычная битва. И здесь даже, даже, знаете, смотря с расстояния на армии, ты не можешь сказать кто. Ну, не можешь, потому что обе армии достаточно протяжённые. Да? Вглубь, так скажем. О, у нас здесь гигант. У нас здесь... Хо-хо-хо-хо, привет. Нифига ж себе. Вот это да. Ну, я думаю, что он же, он же никак, да, не влияет на здоровье у него не больше. Это просто чисто большой юнит. Так что он не повлияет на исход сражения, как вы... Ну, да, он не должен повлиять, это чисто визуальный эффект. Круто. Это не часто случается. Слушай, Михаил, ну ты прям везунчик. Может быть, это доброе предзнаменование, а может быть и наоборот. Кто знает, кто знает. Итак, у Семёна, как мы помним, у Семёна здесь мамонт стоит, которому нищета всякие мелкие-мелкие-мелкие юниты. Затем все новички. Антошка втянул свою гармошку. Свою шею, посмотри, такой аж бедный припал. Видимо, увидел гиганта, немножко испугался. Потом два Минотавра, Ярл, Степан, Джульетта. Вот это вот связка Антон-Степан-Джульетта. Ну, довольно такая мощненькая. Валькирки три, дубинчики и лучники огненные. Две катапульты, баллиста и пугала в конце концов. Вот такая разношерстная и хорошо сбитая команда. Здесь же у нас тактическая часть идёт самураи у Михаила. Затем идёт дракон. Дракон, где тысячи самураево защищают. Потом эти бочкари. Значит, этот король Антошка. Здесь капитан Борис. В прошлой битве я подумал, что имеется в виду рыцарь. А оказывается, это имелся в виду капитан. Так что здесь теперь стоит капитан. И это более правильная, так скажем, расстановка. Здесь три Анатолия и эти мушкетчики. Затем, ну, вот эти вот змеиные лучники вместе с гигантом лучника. Катапульты и валькирки. Тоже валькирки, три валькирки. По цене, кстати, нужно сказать, ну, просто для информации, да, чтобы вы знали. Что у Михаила поменьше, 18 тысяч. Ну, никто не заставлял Михаила не использовать всё. Так что тут уж ничего не поделаешь. 18 тысяч против 20 тысяч. 53 человека против 30. Итак, начнётся бой. Да, выясним мы, кто же будет сражаться в финале. Вперёд! Ну что ж, мамонт у пузика сейчас потихонечку жгут. Жгут. Но мамонты, посмотри, мамонт проходит вперёд, как будто ничего и не было. Но! Но! Мне кажется, что... Ой, ой, как хорошо. Да, всё, мамонт, всё, мамонт улетел. Дракон тоже полетел. Дракон вместе с валькирами подлетел, полетел. А, и всё. И кончился дракон. Кто остался? Мамонт. Мамонт, кстати, мешает сейчас. Мамонт мешает Джульетте. Мамонт мешает... Да всем он мешает немножечко. Своей же команде мамонт мешает. Пока. Пока на этой стороне потихоньку капитан вместе с королём Антошкой разбирается со Степаном. Стараются, по крайней мере. И с другим королём Антошкой. Но Джульетта... Смотрите-ка, с Джульетта Семёна не дремлет. Джульетта Семёна начинает подходить. И здесь остался один Антошка против другого Антошки. И Джульетты, и Ярла. И что-то мне подсказывает, что Антошка Александра долго не вытянет. Ой, не вы... Ой, ну он и не вытянул, собственно. Не вытянул, не смог. Остались. Остался гигант-лучник, значит, лучники-мушкетчики остались. Только они здесь заперты. Немножечко. Но остались баллисты. Вот о чём я и говорю. Я говорил, я говорил, что баллисты довольно эффективны против одиночных целей. Все мы это знаем, все мы это помним. А здесь пугало. Здесь пугало тоже застряло, к сожалению. Ну, здесь, в принципе, даже если бы оно и не застряло, все равно довольно предрешено. Предрешено сражение. Да. Александр. Ой, Александр. Какой Александр? Михаил. Михаил, я тебя поздравляю. Ты прошёл дальше. Семён, не расстраивайся. Всё-таки ты дошёл аж до полуфинала, как ни крути. И поворолся за честь вступить в финал. Но не получилось. Не фартануло. Не повезло. Ну, Михаил. Михаил, твоя всё же армия хорошо была выставлена. Хорошо подготовлена. Довольно интересно сгруппирована. Поэтому, такое, на все случаи жизни, я бы сказал. Посмотрим, сможешь ли ты противостоять армии Пепперони Гоблина. Как ни крути, краткость сестра таланта или всё-таки разношёрстность и тактика? Кто же победит? Итак, финальная, заключительная, фатальная, мозговыносящая битва. Заключик Тапса. За право владеть этим сокровищем, лицензионным сокровищем Тапса. Хо-хо-хо-хо-хо. У нас, значит, поборются Пепперони Гоблин и Михаил Андреичиков. Армии, вы их уже знаете. Сильные и слабые стороны, я думаю, вы успели рассмотреть. И сейчас мы, наконец-то, узнаем, собственно, на чьей же стороне сила, на чьей же стороне удача, на чьей же стороне будет победа. По цинихам, опять же. Опять же, обратите внимание, Михаил с ценой в 18 тысяч дошёл до финала. И сейчас будет бороться против опять превосходящих сил, практически превосходящих сил противника. Что ж, как ни крути, лично мои симпатии, как обычно, обделённым. Ну, такой уж я, енот. Вот, но это не значит, что я болею за кого-то определённо. Итак, удачи. Удачи как Михаилу, так и Пепперони Гоблину. Что ж, да начнётся бой. Вперёд! Погнали! Итак, конечно, важен первый залп пушек. Первый залп пушек, это серьёзно. Первый залп, это, ох, по своим же немножко попали. Пушки, посмотри, посмотри. А, пушки всё, дракона. Дракона, пушки сразу же, оба-на, и вывели из игры. Абсолютно. Сразу и быстро. Но, здесь самураи. Самураи хорошо, достаточно неплохо отразили. Ну, да, они могут, они могут отражать картечь в том числе. Ты откуда прилетел-то, парень? Откуда прилетел-то, посмотри, джудаист. Второй залп пушек пошёл. Пушки бесчадны. Пушки, они никого не щадят. Они стреляют из раза в раз. Один, кстати, из подписчиков, если я не ошибаюсь, по-моему, Пушкарь Егор. Ну, если я ошибаюсь, так что... Он сказал, что, возможно, победит Пепперони Гоблин. Неужели так оно и произойдёт? Неужели, значит, один из наших подписчиков был настолько прорицателен в этом вопросе? Да, как вы видите, как вы видите, сейчас происходит... Ну, я бы, конечно, не осмелился до сих пор ещё сказать, кто кого. Но, парочку залпов пушек, и это может стать... Может стать очень-очень-очень понятным. Да, 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 как мы видим, почему-то здесь колянчики, ну, из-за... Видите, баллисты не ехали, и колянчики не могли, кстати, сказать, пробиться. Колянчики не могли пробиться вперёд, вот здесь вот мы видим... Ну, не надо было ставить вперёд баллист, а позади катапульты, потому что катапульты проехать в итоге не смогли. И не смогли помочь своим ребятам. Что ж, да, да, победа, победа, Пеперони Гоблина. Я тебя поздравляю, краткость, сестра таланта, победила. Так скажем. Лично я, лично ей, лично я, я енот, я приверженец разношурсных армий. Но это не значит, что я не рад за победу Пеперони Гоблина, я тебя поздравляю искренне, ты молодец, как ни крути. Вот так вот с каким-то лёгким розчерком пера, немногословной армией, ты прошёл от самого начала и до конца. Как ни крути, но так оно и вышло. Михаил, Михаил, ты молодец, ты сражался достойно, ты, собственно, небольшим относительно войском, то есть 18 тысяч, да, смог пройти до финала и поборолся в финале. Это тоже хорошо. Хорошо, значит, победителю будет предоставлен ключик, я в комментарии, ты здесь объявись на этом видео, напиши свой комментарий, а там я все инструкции, всё там отправлю, как чего получить и куда и чего. Ясно, ну как обычно, как вот во всех конкурсах, короче, пишите здесь комментарии и будет тебе ключик от ТАПСа. Что ж, я надеюсь, что вам понравился турнир, что вам понравилось это такое вот времяпрепровождение, если да, обязательно пишите об этом, мы устроим ещё турниры, значит, будет ещё, почему нет, почему нет, может быть не всегда на ключик ТАПСа, но можно ввести это как один из способов, да, один из, так скажем, видов, видов видео по ТАПСу у нас. Вот, так что пишите об этом, исходите в продолжение. Ну, а на этом всё, с вами был, как всегда, Енот, самого вам наивкуснейшего компотика, удачи в битвах, до новых встреч и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!